На реке Лени начался ледоход. Вскрытие произошло в Иркутской области. По информации регионального МЧС, подтопленных населенных пунктов нет и в целом ситуация на реке пока стабильная. Виталий Абрамов продолжит. По сообщениям специалистов, Верховая Лена вскрылись ровно в тот же день, что и в прошлом году. Соответственно, можно предположить, что кромка ледохода дойдет до республики так же, как это было в прошлой весной, 8 мая. Тем временем, спасатели продолжают свою подготовку к предстоящему паводку. Зачернение и распиловка уже на многих участках завершена. Осталась финальная часть. Зачернение и распиловка у нас проводятся на шести реках республики. Это Лена-Колыма и такие реки, как Амга, Алдан, Топка и притоки этих рек. Поэтому превентивные мероприятия, я думаю, в срок они будут выполнены. Изначально сроки были 5 мая, но к 5 мая мы как раз уже ожидаем вскрытие ряда рек. Поэтому сроки в этом году сдвинули на более ранние сроки. В МЧС объявили крупномасштабные трехдневные тренировки с развертыванием всех сил и средств. По опасных улусах идет полная отработка действий. А в Якутске отработали развертывание мобильного городка жизнеобеспечения и переброску аэромобильной группировки спасателей. С нашего отряда входит 20 спасателей. Все 20 спасателей сегодня отренировались. Готовимся к паводку. К паводку мы готовы. Уже со следующей недели в районы возможного подтопления начнут отправляться первые оперативные группы со специалистами профильных ведомств, спасателей и взрывников. Группы будут дислоцироваться в Ленском, Алёкнинском районе основная группа, в Алданском районе, в Ангинском районе, также будет в Татинском, Чурапсинском районе и по Колымской группе районов, где наблюдается наиболее сложная паводка обстановка. Мы планируем привлечь две оперативные группы по реке Колыма в Среднеколымском районе, в город Среднеколымский, в Верхнеколымском районе, поселок Зырянка. Также седьмая оперативная группа мы планируем разместить в Верхнеколым районе, в поселке Батагай. Напомню, по уточненной информации гидромета, ледоход на Лене подойдет к границам республики в первых числах мая. Виталий Абрамов, НКСХ, Якутск.